ДТП и ожоги, утопления – самые частые списки причин гибели или травматизма детей. Участились случаи падения с высоты и из окон. Ещё могут быть так называемые электротравмы, когда родители оставляют доступными ребёнку оголённые провода, испорченные бытовые приборы. Бывают отравления лекарствами, ядами и грибами. Может укусить клещ или собака. В общем, картина рисуется даже слишком страшная. Но это не значит, что нужно запереть школьника дома. Достаточно дать ему правильные установки. Нужно понимать, что ребёнок – это самое ценное. И задача его не только родить, но ещё и воспитать. А эта задача воспитания гораздо сложнее. Поэтому, безусловно, мы обращаем внимание, и с вашей помощью, я надеюсь, лишний раз доведу внимание родителей, о том, чтобы вы интересовались, чем, где и как проводят время ваши дети. В ДТП за июнь погибли 5 несовершеннолетних. 61 ребёнок травмировался. С ожогами только за последнюю неделю в больнице поступило 6 детей. Ребёнок 13 лет разжигал костёр с применением жидкости для розжига. Получил крайне тяжёлые ожоги 45% поверхности кожи. И в настоящее время пребывает в отделении, в ожоговом отделении 20-й городской больницы. Возможно, потребуется пересадка кожи. За эту же неделю 4 ребёнка выпали из окон. В том числе и трёхлетний малыш, которого привезла в больницу даже не мать, а соседка. Тонут дети не только в водоёмах. Полуторагодовалый ребёнок утонул дома в бассейне. И тут родителей рядом не было. Специалисты напоминают, детей до 5 лет нельзя оставлять одних даже в ванной. Они могут утонуть даже на глубине 2 сантиметра. Для детей более старшего возраста, подростков, характерно стремление к острым ощущениям. Это потребность возраста. И они поднимаются на вышки, на мосты, делают опасные селфи. И в этом смысле все необходимые меры безопасности, они ими пренебрегают. В 99% случаев непоправимое происходит, когда подростки остаются без внимания родителей. Банальная беспечность, устройство личной жизни, распитие спиртного – лишь часть причин, по которым мама и папа забывают о своих детях и теряют их. Елена Ребжанова, Дон-24, Ростов-на-Дону.